E.O. 2. Опассионаты кино и музыкозабытые шедевры February 15, 2015-11-6 Это короткометражка 1963 года, подлинная жемчужина в советской кинематографической Лениняне. Может, я скажу крамольную мысль, но это фильм не о Владимире Ильиче Ленине. Это фильм о подлинном, высоком отношении к искусству, музыке и человеку. Если у вас предвзятое отношение к Ленину, этот небольшой фильм стоит посмотреть. Он не столько о Ленине, сколько о социалистическом, глубоком восприятии музыки. Возможно, поняв это отношение, изменится и ваше отношение к Ленину. Потребительское, развлекательное отношение к музыке иллюстрирует такой факт. Нацисты после прослушивания концертов Шуберта шли давать распоряжение о казнях в газовых печах. Для них музыка была лишь фоном, лишь моментом эстетической услады. Ленин во время прослушивания о пассионате думает про себя, какой великан Бетховен и какая задача – музыкой высекать искры из сердец. Нацисты после музыки шли жечь людей в печах. Ленин думал о том, как зажечь сердца людей. Первым виноват, а конечно, не музыка Шуберта. Обратите внимание на глаза пианиста, когда он исполняет Бетховена. Потрясающая иллюстрация музыки. В фильме есть множество известных фраз, впоследствии разошедшихся его анекдоты про Ленина. Ненавижу эти анекдоты, и просто ставших крылатыми. Мне запомнилась такая фраза Горького, который повторяет вслед за Лениным. Быть человеком – адски трудная должность. И еще, фильм иллюстрирует подлинное, коммунистическое отношение к человеку – думать не о себе, а о другом, жить его тревогами, мыслями, чувствовать его переживания и боль как свою. В конце фильма пианист просит Горького открыть дверь, чтобы уходящий Ленин смог услышать звуки лунной сонаты. В этом суть – эссенция коммунического восприятия другого человека. Спешащий Ленин останавливается и еще несколько мгновений наслаждается музыкой. И понимая то, что хотел передать ему пианист – чувство человеческой любви и заботы. Посмотрите этот фильм. Прекрасная статья об этом фильме здесь. Очень рекомендую. И напоследок рекомендую послушать апассионату Бетховена в исполнении прекрасного, но забытого советского пианиста Эмиля Гелельса. Знак такие ценители Бетховена говорят, что в его исполнении звучит подлинный Бетховен. Click to view. Leave a comment. Read comments. 2.